здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале сад огород своими руками сегодня мы полноочисленным просьбам и предложениям наших постоянных подписчиков рассмотрим вопрос о черенковании фуксии ну фуксия комнатные растения на летние вырастает обычной даже и до метра может быть вот это перед вами молоденькие прошлогодние растения которые пережили все тяготы зимы стояли на подоконнике на восточном окне в прохладном месте видите немного покрылились они все так далее не совсем сейчас красивые и еще без цветов но все у них впереди мы их сегодня почеренкуем почеренкуем с пользой для для них самих чтобы придать им какую-то конфигурацию красивую и через месяц-полтора когда же будет тепло мы их перенесем на днях уже в рассадничек они начнут более увидят там солнце температура повыше будет и начнут возрождаться к жизни и потом будет все лето свести конечно не на солнце можно их где-то таком холодочке даже на улице ставить ну а в основном в комнате значит ну давайте приступим к к нашим занятиям значит для черенкования будут годиться от рук верхней части побегов длиной до 10 сантиметров принципе можно даже с одного междоузлия одним череночком значит вырастить нормальное растение но это не так-то легко поэтому мы будем где 2 где длинные междоузлия где 3 где покороче ну так стараться 7 8 до 10 сантиметров обрезать ну предварительно я так посмотрел на имеющийся материал ну думаю около 8 может быть 10 черенков мы сделаем ну приступим значит нужно при срезке череночка чтобы ниже узла было 5-7 миллиметров пока нарисуем затем будем их формировать вот здесь вот длинный не получится черенок ничего и этот примется тоже три междоузлия посмотрим вот этот побег был укорочен видать месяц назад мы черенковали вот эти вот растения скорее всего он отсюда значит взят был череночек для вот это растения но можно тоже самое обрезать еще раз видите вместе среза там пошли свежие молоденькие побеги вот они дадут жизнь потом начало жизни нового черенка ну а теперь приступим непосредственно к изготовлению черенков вот эти все нижние листья убираются средние убираются если это такие небольшие молодые оставляем если это будет вот скажем вот этот черенок тоже нижние уберем а верхние вот так нужно чтобы не меньше испаряли влаги и так же со всеми остальными поступаем по срокам конец февраля март месяц это самое лучшее время когда все в природе жевает также и хорошую приживаемость обычно когда мы что-то черенкуем все вот у нас получается и последний это у нас восьмой череночек вот так вот тоже можно его даже вот это обрезать все они готовы значит сейчас мы их поместим вот в этот бокальчик временно это непостоянное их жилье на ближайшее время ну повторяю пусть они пока постоят в бокале в водичке а мы пока освободим для них место вот эти черенки были помещены сюда в воду 3 февраля сегодня 16 ну и того значит сколько там 13 дней 2 недели вот за две недели уже вот такие ну-ка их видать хорошо да такие вот корешки но не на всех вот 1 2 3 и вот здесь посмотрим посмотрим я их до съемки не проверял так и вот еще 1 2 3 4 тоже таких которые можно сажать и с уверенностью что это будет уже укорененное растение и вот еще и мы их сейчас посадим а на их место поставим поставим вот так ничего тоже сверхзаумного в этой операции нет легкий грунт 50 процентов торфа должно быть то ли покупной если есть свой если бы он не был кислый без такого глубинного запаха значит принципе можно и применять корневин при этом хуже не будет вот так вот и набираем ну поскольку здесь корни значит нужно чтобы луночка была побольше чтобы не поломать корни 3 сантиметра достаточно и прижимаем но только не сильно так чтобы не пообламывать корешки там возможные но чтобы и воздуха не образовалось чтоб не повисли чуть-чуть это а потом свое дело доделает уже поленная вода ну это вообще такие солидные корышки значит нужно и побольше сделать вот такую луночку ну и так закончили мы посадку вот эти два череночка которые не дали еще корней мы их в эту компанию поместим значит что хочу сказать ну полить сейчас польем потом нужно будет накрыть вот такими бутылочками здесь вот видите отверстие для того чтобы регулировать там чтоб не было слишком увлажнение ну и вместе с тем чтоб достаточно было влажности нужно сказать что поскольку вот эти череночки проросшие были в воде и были под колпачком необходимо хотя бы сутки двое значит дать им адаптацию то есть сейчас мы во-первых польем чтобы там была как можно большая влажность в зоне нахождение корней потому что с воды мы его вытащили и если полусухую то уже могут погибнуть и опрескивать так каждые час-два пульверизатор опрескивать чтоб она легонечко легонечко чтоб не сразу сухой воздух с такого значит помещения итак поливаем поливаем добавляем немного калий маргинсу 4 и немного укоренителя укоренителя примерно чуть меньше половины вот этой ложечки можно добавлять и корневин корневина тоже ну вот скажем корневина на этот литр можно около грамма достаточно это будет количество череночки которые мы заготовили мы поделим вот стакан желательно стакан такой вот именно старинный повторяю как я говорил граненый у него хорошая устойчивость и с ним легко потом работать и вот эти череночки которые еще не пустили корни тоже сюда сюда же в эту воду мы возьмем это корневин ну буквально вот столько там чуть-чуть на кончике чтобы помутнела вода все это будет вполне достаточно и оно будет очень влиять на укоренение и сюда подливаем водички должно быть не больше трех сантиметров сильно много нельзя 2-3 сантиметра и смотреть так поддерживать примерно эту этот уровень ну вот примерно так после это накрываем такими вот колпаками будем говорить так бутылочками как я вам объяснил все и поставите туда где вы посчитаете чтобы во первых был свет и не меньше 20 а в идеале 23-25 градусов тогда укоренение пройдет более быстро и более надежно и так это все о чем мы хотели с вами поговорить сегодня кому понравилось поставьте лайк кто не подписался приглашаем подписаться не пожалеете мы всегда делимся своими знаниями для того чтобы у вас получилось как у нас а может быть и лучше чем у нас тогда и вы будете довольны и нам будет приятно что мы не даром потратили свое и ваше время до новых встреч все вам доброе мир и здоровья до новых встреч